Меня зовут Андрей Орлов, я являюсь вице-президентом по инфраструктуре компании РИПОШ и я сейчас хочу потратить буквально несколько минут, чтобы рассказать, наверное, не про технологии, а просто про жизнь. В отличие от наших коллег из МВИДЕО, то место, с которым мы стартовали, оно выглядело не так сладко, не было этого дикого числа устройств, а был достаточно специфичный бизнес, парфюмерия и косметика все-таки обладают своей спецификой, ну, как, в общем-то, и всякие ритейлы, конечно. И вот, чтобы понять, какова была стартовая точка, я бы сейчас отмотал в лет это к нам 9 назад. 9 лет назад, придя в магазин РИПОШ, девушка, женщина, ну, а иногда и мужчина могли услышать, в первую очередь, музыку и какие-то рекламные объявления, не по радио, а по системе трансляции, и, совершив покупку, они могли получить, а иногда не совершив покупку, парочку журнальчиков названия «Выбор РИПОШ» и «Хорошие новости от РИПОШ». Это все было прекрасно, это все было очень мило, но в какой-то момент это стало достаточно серьезной обузой. Простой пример. Те же самые аудиоролики готовились у нас одним человеком в коморке, там, в отдельном помещении, где-то, условно говоря, в подвале Санкт-Петербурга, где он записывал диски, диски, подчеркиваю, для всех магазинов сети. Он должен был, причем, согласовать всю эту музыку еще с правообладателем, ну, в общем, вы сами прекрасно понимаете. Он должен был записать десятки каких-то вот этих вот рекламных роликов, потом все это подготовить, записать, отправить, в магазины все это должны были поставить. Прекрасно. Иногда работало, иногда не работало, иногда работало совершенно не то, что нужно. В общем, нельзя было ждать иного. Поэтому первое, что у нас, пожалуй, подвинуло на то, что нужно меняться, это как раз изменение вот этого аудиоформата. И наш, как бы, подход к Digital Signage, он, по сути, состоял из нескольких этапов, из которых первым был, это действительно попытка управлять аудиоконтентом другими способами, нежели тем, которым мы работаем. В принципе, она удалась, был такой, ну, не буду останавливаться даже на этом опыте, многие через него проходили, это были стандартные плееры и тоже покупка этой услуги через, ну, там, через ряд компаний, причем эти компании могли быть не только российские. Следующий вызов, с которым мы столкнулись, он, собственно, случился где-то году в 2012-2013, когда за аудио уже заставил задуматься, что время уходит в наши прекрасные журналы. Сеть к тому моменту уже честно заняла всю Россию, от Калининграда до, ну, тогда еще не было, кажется, Петропавловска, Камчатского, я не помню, в каком году он открылся, но неважно. И банальные, в общем, соображения, а информация для разных регионов, а цены для разных регионов, они уже разные. И уже серьезно бьет по карману бюджет подготовки журналов. Что с этим делать? И вот тогда мы, в первую очередь, посмотрели уже как раз на цифровые носители и начали достаточно масштабный проект замены. Даже не замены. Почему замены? У нас ничего не было. Мы начали проект, собственно, внедрения информационных экранов в магазин. И случилось это как раз в районе 2013-2014 годов. И, собственно, поняв, что когда у нас возникло такое количество цифровых носителей, следующий вопрос, который перед нами встал, это как с ними управляться. Мы попробовали, как и любая компания, которая не является профессионалом на этом рынке, и любая компания, которая экономит свои деньги, мы попробовали поработать со свободными решениями. И на самом деле, какое-то время, ну, свободные места те, что просто можно подписаться на какой-то сервис, и какое-то время они нас даже удовлетворяли. Но масштаб дает о себе знать. Опять же, не с помощью каких-то сверх-мега цифр, еще чего-то, мы просто пришли к ситуации, когда мы поняли, что мы не можем управлять всем тем, чем мы хотим, с должной мерой качества, скорость, ну, и вообще всего такого. И вот тут как раз мой коллега, который потом, я потом передам микрофон, Сергей Галеев, оказали нам неоценимую помощь, потому что мы действительно перешли на некий новый ступень, попытавшись единым образом управлять всем тем контентом, который у нас к тому моменту был. А подчеркиваю, это были уже два канала. Это было аудио, и это было видео. Это своеобразный такой результат нашего труда. Вот здесь первые три слайдика, они как раз посвящены уже итогам наших работ, то есть то, к чему мы пришли к текущему моменту. К текущему моменту мы, к счастью, уже управляем не только информационными экранами, не только аудио. Решение позволило нам реализовывать достаточно сложные концепции. Вот на этой фотографии, например, фасад нашего магазина в галерее, торговый центр галереи в Санкт-Петербурге, который как раз недавно открылся после реконструкции, где вы можете увидеть, например, полупрозрачные экраны, блед-экраны, вы можете увидеть... Ну, здесь, это, конечно, надо либо смотреть живую, либо надо смотреть на видео, потому что вот это все тоже живет. И это все не какие-то там непонятные движущиеся картинки, это все единый контент, который сделан в единой концепции, который управляется из единого центра, и, в общем, делает это с той степенью эффективности, ну, которую от него ожидают. Субтитры создавал DimaTorzok Беларуси и Дев, а grâce и без моих предоставщиков,